Добрый день, друзья! Сегодня чуть-чуть систематизирую опыт и расскажу об аутизме, о тех видах, с которыми нам пришлось столкнуться в процессе работы. Самый простой вид – это прививочный, как я его называю. Это значит, что ребенку где-то в возрасте года была сделана прививка и произошла блокировка каких-то психических структур. Блокировки бывают разные. Бывает блокировка высшего «я», бывает высшего «я» и «эго», бывает высшего «я», «эго» и «ума», бывает нарушается связь между программой «ума» и «душой», бывает нарушается связь между высшим «я» и «душой», бывает разрушается промежуточный бутерброд между высшим «я» и «душой». И это все, соответственно, внешне будет выглядеть где-то близко. Аутизм бывает разный. Есть, когда ребенок интеллект не потерян, и он вроде бы как все хорошо, но он замкнут в себе, глаза не смотрит, и так далее. То есть проявляются определенные такие специфические моменты. А есть, когда наблюдается умственная отсталость, и это видно уже на лице, когда видно, что ребенок недоразвит. Он отстает от сверстников, и так далее, и так далее. И родители бьются, бьются, прикладывают много усилий, водят там на разные кружки. Вроде бы это как-то вытягивает ребенка, но не до конца. Все равно остается, как будто он в каких-то рамках зажат. Вот как раз-то прививочные аутизмы есть такие рамки. Рамки, когда происходит блокировка, и таким образом нарушается энергообмен, и информационный обмен. И в психике вот эти нарушения, они будут проявляться соответственно тем, что видны будут изменения поведенческие у ребенка. Это самый простой вид, с которым мы сталкивались, потому что стоит разрушить эту блокировку. И душа тут же благодарна. Разрушаем мы все с разрешения души. Я обращу на это отдельное внимание. Сейчас начало. Разрушаем, и достаточно быстро психика восстанавливается. Полное восстановление всего, все равно надо время. То есть время до двух лет. Но, видимо, изменения тогда могут идти уже на третий, четвертый, пятый день. То есть у ребенка уже будут проявляться какие-то моменты. Конечно, родителям сразу тяжело заметить это дело, потому что, ну как, ну вроде бы ж, вот он был такой, там разные родители бывают, но был он такой умственно отсталый. И родитель так и считает, и не замечает его. И только когда вот действительно уже идут яркие изменения, тогда зачастую идет родительская реакция. А есть родители, которые занимаются с детьми, и они четко видят, чуть-чуть изменилось, и они видят, это изменилось. Это действительно пошли результаты уже у ребенка. Это, кстати, такие родители очень радуют. Вот прививочный аутизм – это просто блокировки. На самом деле они не случайно случились. Об этом тоже поговорим дальше. Прививочный аутизм не бывает тоже не кармическим. То есть все равно у родителей был контракт, договор, что такое случится. Это их души, это их контракт, как правило, материнский. Ну и отцовские тоже там участвуют в меньшей степени. Но у ребенка бывает, что контракта вот такого не было. То есть душа могла влететь абсолютно случайно. То есть с одной стороны односторонняя карма была, с другой стороны душа, души добрые, они в любви, они соглашаются помочь. Если в это время был процесс и требовалась помощь родителям, конечно же, они идут навстречу, хотя им по корме этого не надо было отрабатывать. А вот это прививочная часть, достаточно легко восстановимая. Есть аутизм, с которым мы сталкивались, это стрессовый, как я его называю. Это, например, когда в детском возрасте разводились родители. И тогда они позволяли себе разные высказывания в адрес друг друга, поведенческие реакции, манипуляции ребенком и так далее. И вот в этих моментах, когда психика ребенка, которая любит и отца, и мать, душа рвется на части, и в какой-то момент она принимает решение. Это решение может быть отказаться от внешнего мира, она чувствует ненужность свою в этом мире и так далее. В какой-то момент душа принимает решение, зачастую это даже наказать родителей, что вот будете со мной вот так возиться, если вы мне не уделяете сейчас должного времени, если вы не можете купить. И когда наступает стрессовый аутизм, не всегда он идет, и даже, наверное, совсем не всегда он идет с поражением интеллекта. То есть как бы интеллект сохраняется, поведенческие реакции очень сильно меняются. И зачастую родители даже думают, ребенок перерастет, ребенок справится, ребенок-ребенок, а он не перерастет, не справится. Это блокировка психики, это все равно блокировка. И она уже будет на всю жизнь, если ее отдельно не проработать, отдельно не снять. Зачастую на этом фоне еще могут быть испуги у ребенка. Испуг – это тоже другой вид блокировки. То есть это все видится по-разному. Но если ребенок боялся, и там были громкие звуки, громкие крики и так далее, и ребенок был напуган, то даже в таком случае вышептывание бабки было бы в плюс. То есть своевременно вышептать ребенка, уже снять частично блокировку, хотя бы вот эту часть испуга. Потому что не всегда аутическая блокировка идет одна. Она может идти с испугом, а испуг может быть без аутической блокировки. Разные варианты. Но вот в этом случае всегда удивление родителей, чем вы думаете, когда вы проявляетесь в жизни. При своих детях. Почему вы орете на них? Почему вы позволяете себе манипуляции ими, торговлю ими и так далее? Зачем вам это? Вы плетете свою карму, и вы получите в следующей жизни еще больше. А в этой жизни вы можете получить аутиста на всю жизнь. Вам это надо. Вот просто включите мозг, потому что это результат ваших усилий, не кого-то. И это не предыдущая карма. Это вы нарабатываете будущую карму. И это отдельная тема. Это моменты родительские. И есть кармические вещи, когда действительно добрые души подписались на то, чтобы сыграть в игру. Потому что одной душе надо пройти жесточайший опыт, потому что она вела себя не как человека, а как животное. Ей надо выйти из животного мира и проявиться как человек. И другие добрые души помогают ей войти в человеческое обличье. И тогда могут быть игры и аутизм, и НЦП, и все что угодно. И тогда действительно выходишь на уровень этой души, задаешь вопрос. И если душа понимает, что вот эта ходилка-стрелялка уже в невменосе, и ничего не сделаешь, она даже не позволяет вмешиваться в эти кармические действия. Иногда случается так, что эта ходилка-стрелялка уже стала осознанной, и она очень много отрыдала, и она начала чувствовать и боль, и у нее действительно начало появляться человеческое обличье. И тогда душа говорит, давай, давай поможем, и тогда мы можем вмешаться и откорректировать некоторые вещи на уровне кармы. Мы сталкивались с причинами тяжелых физических недугов. Там не только аутизм и ДЦП, там и другие уже проблемы идут, там эпилепсия, и все, уже когда идет умственная отсталость, там где уже идет симбиоз, там такой, знаете, пакет заболеваний, мы сталкивались, когда нарушение идет на уровне души. То есть душа – это другой матричный уровень, она сидит за компом, но она такая же ходилка-стрелялка в следующем матричном уровне. И коррекции на уровне души мы уже делали, нас допустили до этой работы и вносили корректирующие изменения, когда мы правили следующий матричный уровень. Представляете, из этой симуляции можно править ту симуляцию. И действительно, это тоже проявляется в жизни результатом, и действительно, это проявляется очень большими трансформационными изменениями в личностных структурах самого человека. В данном случае я говорю даже о родителях, не о детях, а о детях само собой, разумеется. Вот, поэтому каждая работа такая, она абсолютно индивидуальна. Она невероятно индивидуальна. Никогда не знаешь, куда ты влетишь, никогда не узнаешь, что ты увидишь, кто там насиловал, кто там убивал, кто там грабил, кто там что делал, за что ему прилетело. Но когда ты входишь, видишь, разбираешься, ты четко понимаешь, есть определенные моменты информационной передачи. То есть это работает условие работы симуляции. Это не то, что там один человек придумал у себя в голове. По условиям работы симуляции есть такая штука. Все держится на энергии и информации. Лишь в какой-то момент, здесь и сейчас, она разворачивается и становится картинкой. Той картинкой, которую мы воспринимаем как настоящая реальность, которую мы можем чувствовать, проживать, ощущать по всем каналам, пяти восприятия и плюс душой. Так вот, все, что касается энергии и информации, оно работает как? Обязательно есть какая-то жесткая установка. Например, это решение. Буду убивать, буду не слышать. Вот жесткие решения — это обеты. Я дам обет безбрачия. Я дам обет целомудрия. Я дам обет… Вот недавно работали в прошлой жизни. Дам обет того, что не буду пользоваться материальными благами, и мне не нужны деньги. И вот это обетами пошло, когда человек отказывается. Есть решение. Есть какое-то решение, в каком решении формируется энергетический вихрь. И этот энергетический вихрь начинает выстраивать следующую ресурсную травму, которая разовьется в определенную картину реальности, где человек должен будет прожить и отменить это решение для того, чтобы остаться в балансе. Но зачастую это решение теряется, забывается. И так из жизни в жизнь оно перелетает. И таким образом формируется карма. И таких решений может быть много. Это неоднозначное решение. Мы расцениваем, что это решение хорошее или плохое. Оно просто решение. Оно просто решение. И отказ от секса, пожалуйста, отказывайся сколько угодно в моменте здесь и сейчас, но это не должно быть решением на всю жизнь. Не хочешь ты жрать, как нормальный человек. Ну, жри траву или жри еще что-нибудь. Но это не должно быть решением, потому что все равно в следующей жизни ты это отменишь. Или ты в этой жизни принимаешь решение жрать одно мясо. Пожалуйста, это все равно будет кармой, если это решение. То есть вот эти вот жесткие, любые жесткие фиксации, они вокруг себя будут формировать вот этот энергетический вихрь, который в дальнейшем уйдет в карму. И точно так же, между прочим, в нашем обществе, я когда смотрю, невероятные вещи вытворяют наши чиновники, да, называется обгадить себе карму. Вот, например, недавно услышала там решение ограничить предпринимателей, там, я не связана с этими делами предпринимательскими там торговыми, но ограничить там покупку за наличную валюту в России там товара, да. Ограничение пошло. Любое ограничение совьет энергетический вихрь. Этот вихрь будет содерживать информацию о лице ограничившем. Дорогой, ты получил себе карму на плечи. Тебя будет гнуть, у тебя будет геморрой, у тебя будет инфаркт, и понеслось. И потом, когда ты распутываешь, ты вылетаешь вот в эти вот штуки. И, казалось бы, ты создавал закон для всего человечества, но ты создавал. Это ты создавал, это твое решение. Люди не думают об этом. Неважно, ты создавал его для себя или для других, это все равно решение. И за него будешь нести ответственность. Точно так же, как, особенно, когда обманные вещи идут. Вот опять из Беларуси приведу пример в бизнесе, например. Вот если ты получаешь в белорусских рублях деньги на счет, то это твой личный доход, ты можешь ими распоряжаться. А если тебе падает на валютный счет, то это не твой личный доход, это доход государства. И ты должен продать государству, и банк семь раз с тебя возьмет проценты, а может быть там биржи, и понеслась уже другая разборка, что придумают чиновники. Так вот, те, кто это придумывал, они же себе не просто карму свили, они же вот таким вот образом себе сейчас уголовные дела посвивали. Понимаете? Почему? Потому что это обман, потому что такого не может быть. Потому что вот есть жесткая фиксация, вокруг нее обвивается энергия, и энергия все равно, она набирает определенный объем на этой же частоте решений. Они будут объединяться в один клубок, примерно на одной частоте. Все идет по частотам. И потом этот клубок накрывает человека разово. И его выносит либо на кладбище, он отрабатывает в следующей жизни, либо в этой жизни он попадает в ситуацию, где его садят в тюрьму на подумать. Тюрьма – это на подумать. Вот. И если он осознает и пересознает, и вот эти вещи все перепроживает, у него есть момент выскочить. А теперь посмотрите, сколько людей завязано в один клубок. Вот мы когда смотрели инкарнационные процессы, в одну игру в моменте здесь и сейчас одновременно уходил один человек, он создавал себе игру, в инкарнацию уходил, и с ним сразу шло более семи тысяч игроков. Это вот на начальную игру. Более семи тысяч игроков. Вот. То есть это все формируется совсем не так, как это все описано в этих вот старых трактатах. Когда вот эти все вещи видишь, понимаешь, блин, как эти симуляции сформируются, невероятно. Вот. Но когда начинаешь эти вещи понимать, понимаешь, что человек должен быть текучим. Энергия должна течь плавно, свободно. Тут нету жестких концепций, нету жестких решений. Везде плавность, подстройка, гибкость, индивидуальность, личность. Понимаете? И тогда, и тогда у человека есть шанс быть в гармонии. В этом мире все в гармонии. Деревья на ветру ушатаются, солнышко светит. И у нас точно так же все внутри происходит. Мы точно так же гибко под все подстраиваемся. Вот. Поэтому все, что касается кармических вещей, это очень важные вещи. Важные вещи на проработку, на отработку и на осознавание. Дальше скажу больше. Спасибо вам. С вами была я, Наталья Зайцева.